Причины того, почему международные отношения переживают очень глубокий кризис, президент Путин изложил в своем послании к Федеральному собранию 1 марта, не буду на них останавливаться, но квинтэссенция того, что происходит, это категорическое нежелание Соединенных Штатов и их западных союзников смириться с тем, что 500-летний период доминирования Запада в мировых делах завершается. Переход к новой, многополярной, более честной, более демократической, более справедливой системе будет долгим в историческом плане. И, конечно же, уже сейчас этот переход к новой системе является болезненным для тех, кто привык веками руководить всем миром. Это не критика, это не осуждение, это просто констатация факта. Они привыкли к тому, что они заказывают музыку. И это было особенно видно, когда в период прекращения существования Советского Союза заговорили о конце истории, имея в виду, что отныне и вовеки только западный либеральный образ жизни и западная либеральная международная политика будут единственно применимыми в современном мире. Не получилось. И то, что Запад нервно реагировал и реагирует на возвращение России на свои законные позиции, позиции, которые мы унаследовали от нашей тысячелетней истории, от завоеваний наших предков, и они абсолютно по праву нам принадлежат. И вот эта нервная реакция на возвращение России в качестве равноправного партнера, никому ничего не навязывающего, но и не принимающего диктата и ультиматумов, очень болезненно воспринимается нашими западными партнерами зря. Потому что мы ни с кем конфронтации не ищем. Мы хотим со всеми работать честно, на основе взаимного уважения и на основе поиска баланса интересов.